День Великой Победы Почтить память павших боях и тех, кто вернулся с фронта, но кого уже нет с нами. Утром 9 мая в 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне традиционно к обелиску Победы начали возлагать цветы и венки. Из Нинецкого округа на фронт ушли 9383 человека. 3083 бойца сложили свои головы на полях сражений. Их имена находятся в капсуле, которая заложена под мемориальную плиту с надписью «Воинам-землякам, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Отвечно благодарный граждан Нинецкого округа». После обелиска Победы делегация отправилась вглубь Аллеи Славы, чтобы почтить память наших земляков, тех, кто ушел на фронт в составе олено-транспортных эшелонов. Во время Великой Отечественной их называли по-разному – арктические танки, заполярная кавалерия, рогатые гвардейцы. Из Нинецкого округа на Карельский фронт было отправлено более 7 тысяч оленей в сопровождении оленеводов. Из них было сформировано 5 олено-транспортных эшелонов. Они внесли свой неоценимый вклад в Великую Победу. «Это единственный праздник, который объединяет нас всех с вами. От мала до велика, потому что в каждой семье кто-то провожал, кто-то встретил, кто-то. То есть все семьи, всего советского народа принимали участие в этих событиях. У меня родители, оба отец воевал, мать, труженица тыла, награждена медалями. Поэтому для нас это особый праздник». Победу ковали на воде и на суше. Немало наших земляков погибло в море, там, где их застали вражеские подлодки. Такова история печально известного буксира «Комсомолец». Память о 118 работниках порта, погибших в годы войны, почтили у памятника наринмарским портовикам. Они участвовали в обороне Заполярии, героически сражались под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, дошли с боями до Берлина. «Я вспоминаю и тех наших земляков, которые ушли на фронт и погибли. Я вспоминаю своего дядю, который погиб на Мурманском направлении в 43-м году. Я вспоминаю десятки имен своих земляков, лобощан. Я вспоминаю всех, кто тогда встал с оружием в руках на защиту нашей Родины. Светлая и вечная им память». Победу ковали на фронте и в тылу. Там тоже было непросто. Самолет капитана Тарасова Як-7Б – памятник трудовому подвигу жителей Ненецкого округа. Более 80 тысяч рублей на его строительство собрали рабочие и служащие судоверфи Наринмара. Это был неоценимый вклад наших земляков в великую победу. «Девятое мая для меня – это самый, наверное, большой праздник. Это праздник, который объединяет нас всех. Пожалуй, он даже дороже, чем Новый год или какой-то другой праздник. Это день, в который нам было подарено мирное небо нашими предками. День, в который объединяет всю страну, потому что в те нелегкие годы все встали в едином порыве и защитили нашу свободу». Кульминация всенародного праздника – торжественный парад. Руководил смотром парадных расчетов командир войсковой части 12403 Владислав Мирошниченко. По его команде на центральную площадь города торжественно вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Главных героев праздника, который состоялся благодаря им в Ненецкому округе, осталось уже немного. Десять участников войны, среди которых две блокадницы Ленинграда, три вдовы погибших фронтовиков, 220 тружеников тыла. Жители округа, чье детство пришло на военные года, осталось чуть больше двух тысяч. «Спасибо вам за то, что вы пришли сюда на эти торжества и радуетесь так же, как мы, нашей победой. Спасибо вам за то, что вы ветеранов войны не забываете и даете им подарки, благодарите за победу и за все». Василий Самойлов, который в этом году отметил 91-й день рождения, в поздравительной речи призвал жителей округа не допустить искажения истории. Победил фашист советский солдат, и об этом должен знать и помнить каждый. «Мы должны отдать должное героям нашей страны, которые защитили, сохранили нашу родину, сохранили суверенитет. Мы должны отдать дань труженикам тыла, детям войны, всему поколению победителей. И сегодня вы видите, очень часто говорят, целое поколение победителей, и это действительно так. Вы знаете, мы с каждым годом все дальше и дальше уходим от войны. С каждым годом все меньше и меньше остается людей, участников Великой Отечественной войны. И вы знаете, вот сегодняшняя акция «Бессмертный полк» – это вот истинно народное шествие с портретами своих дедов, отцов. Это говорит о том, что есть переместность поколения, это говорит о том, что у нас великая страна, это говорит о том, что мы помним, чтим своих героев, а любая страна, которая знает свое прошлое, у нее есть всегда будущее. И как бы ни было сложно, мы умеем объединяться, мы умеем сплачиваться и работать на благо нашей горячо любимой Родины. Кажется, наринмарцы не способны забыть подвиг своих земляков. Это доказывает ежегодная акция «Бессмертный полк». В этом году у здания третьей школы собралось более полутора тысяч жителей округа. В 10.30 колонна «Бессмертного полка» стартовала. С каждым годом колонна растет, желающих почтить память родственников становится больше. Специально к 9 мая наша телерадиокомпания совместно с Центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания подготовила более 500 новых штендеров с фотографиями героев Великой Отечественной войны. У каждого портрета своя история. Поселок Просундуй, рыбоучасток был, всего лишь три дома. Из этих трех домов ушло 10 человек. Еще один с Холимерки, один с Большеземельской тундры. 14 человек. Из 14 человек вернулось только четверо живых. Трое молодых мужчин и один комиссовали по возрасту Филиппова. А остальные, вот 19-летние, остались на полях войны. Я отыскала брата через 39 лет. Вернее, не я отыскала, а Шевелев Владислав Афанасьев. А где он у вас здесь на портрете? Вот он на портрете НАТО и вот здесь. А расскажите его историю, где он воевал? Погиб под Смоленском, Ельнинский район, деревня Петраченково, Мазовского сельского совета. Через 39 лет мы его отыскали. Съездили с мужем и с племянником туда, но добраться туда, где он похоронен, мы не могли. Он был оленеводом, очень удачливым оленеводом. Белке в глаз попадал. Я сегодня иду с отцом, это мой отец. Он также служил танкистом и пришел в Белоруссию. В Белоруссии был ранен, контужен и комиссован был домой. И умер он уже в 1975 году и был похоронен в Белоруссии. Еще скажу, дважды он горел в танке. Второй раз, когда они горели в танке, он один только выбрался. Ребята трое там остались навсегда. Он выбрался израненный. И вот выходила его мать, этого раненого танкиста. И вот они тогда поженились. Сегодня сын Бориса Васильевича Филиппова вместе с остальными участниками акции прошел по главным улицам Наринмара. Маршрут массового шествия впервые был организован в Ненецком округе комитетом по подготовке и проведению праздника. Движение «Бессмертный полк» после улицы Ленина продолжил в сторону улицы Ваучейского. Участники памятного марша, казалось, нескончаемым потоком шли по этой улице до площади Марацей. Там колонну торжественно встречали. Надо сказать, что организаторы в этом году постарались. Для участников «Бессмертного полка» был организован живой коридор. И надо сказать, что участники живого коридора со слезами на глазах приветствовали участников акции «Бессмертный полк». Они прошли через площадь Марацей и выстроились две колонны слева и справа от сцены перед флагштоками. Моя мама, она еще была моложе, когда в годы войны работала в школе, преподавала после окончания школы сама. Она преподавала историю Карабицына, позднее Тельтевская Валентина Никифоровна. А это мой папа. В годы войны он работал на трудовом фронте в совхозе. Помогал в тылу ковать победу. Тельтевский Сергей Николаевич. Как в эти годы войны? У папы главное воспоминание было о том, что голодно было очень. Вызвать надо было. Да, голод – самое яркое воспоминание. Это Тимофей. Это брат мой, старший. На фронте воевал с 43-го года по 49-й год. Было трудно очень везде. Он по всему Западу воевал. На Карельском фронте, в Румынии, Польше, Германии. Везде. Он в форме летчика, да? Парашидист, десантник. После окончания митинга участники акции продолжили шествие по площади Мораций вслед за колоннами военнослужащих, кадетов и сотрудников МЧС. Традиционно 9 мая к обелиску Победы тянулась нескончаемая очередь людей. Семьи наследников Победы, школьники и студенты, трудовые коллективы. Обсудить вопросы кредитования и участия в 5-процентной ипотеке. В столицу региона с рабочим визитом прибыл исполняющий обязанности председателя Северного банка ПАО «Сбербанк России» Михаил Восятин и управляющий Архангельским отделением ПАО «Сбербанк России» Игорь Залукаев. На встрече с губернатором округа Игорем Кошиным стороны обсудили результаты сотрудничества и обсудили будущие совместные проекты. Первый вопрос в повестке рабочей встречи – рассмотрение заявки от Ненинской агропромышленной компании. В планах агрария взять кредит у Сбербанка в сумме 80 миллионов рублей для строительства двух новых зданий для содержания молодняка крупного рогатого скота на территории фермы в Тельвиске. Кроме того, руководство региона интересует возможность участия в программе «6,5». Её реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства через Сбербанк России и другие уполномоченные банки. А в рамках программы «Льготная стоимость кредитов» обеспечивается за счёт предоставления кредитов под поручительство корпорации под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечивать ставку для конечного заёмщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства. Немаловажное условие для участия в программе «6,5» – доля государства в уставном капитале предприятия должна быть не более 25%. Ненецкая агропромышленная компания под эти условия не попадает, поскольку на 100% окружное предприятие. Но упускать возможности недорогого кредитования не стоит, отметили участники встречи. По поводу 6,5% участия, давайте составляем перечень наших предприятий, в том числе и где у нас более 25%. Тем более сейчас мы делаем завод ЖБИ, мы не кредитуемся на самом-то деле. Просто сегодня с утра мы там делали презентацию подрядчиков. Делаем завод ЖБИ, дальше мы делаем строительную организацию, которая будет заниматься у нас стройкой, и у нас везде опосредована собственность округа 100%. Может быть, имеет смысл туда смотреть и вот эти проекты по созданию новых производств мы будем делать с привлечением тех же частных инвестиций, тогда мы входим в эти программы. Кроме того, участники встречи обсудили участие Сбербанка в программе «5% ипотеки». Этот вопрос уже неоднократно поднимался на различных встречах и площадках. По словам исполняющего обязанности председателя Северного банка ПАО «Сбербанк России» Михаила Восятина, пока Сбербанк России не готов принять участие в окружной программе кредитования. Губернатор округа поручил коммунальщикам оптимизировать работу с целью сдерживания роста тарифов для населения. Об этом речь шла в ходе встречи Игоря Кошина с главой администрации Заполярного района Олегом Холодовым и директором Северожилкомсервиса Сергеем Калашниковым. В перечень основных видов деятельности предприятия входит электро- и теплоснабжение поселений, предоставление услуг спецтранспорта. Кроме того, в прошлом году коммунальщики получили лицензии на деятельность в области управления жилыми домами, на выполнение работ по монтажу и обслуживанию пожарной охранной сигнализации, зарегистрировали электроизмерительную лабораторию. Последние четыре года предприятие показывало отрицательный финансовый результат. В 2015 году убытки снизились на четверть, а по итогам текущего года Северожилкомсервис планирует получить прибыль. С этой целью на предприятии оптимизируют производственные процессы. Сергей Калашников рассказал, что за год удалось снизить перерасход топлива для дизельных электростанций 47 до 15%. Яркими примерами снижения удельного расхода топлива и собственных затрат на производство стали мероприятия, проведенные в Андиге, Макарова и Осколково. Успешным техническим решением стал переход на отопление от системы охлаждения дизелей. Еще дальше в этом вопросе пошли в деревне Макарова. Тепло от двигателей также стали использовать для собственных нужд, а остатки передавать в котельную, находящуюся в 10 метрах от ДЭС. Подобные мероприятия запланированы и в других крупных населенных пунктах. В этом году работы будут проведены в НИСИ и ОМИ. Игорь Кошин поставил предприятию главную задачу. За счет оптимизации работы сдержать рост тарифа для конечного потребителя. Жители поселений Ниницкого округа. Более 155 миллионов рублей в 2016 году будет направлено на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Это общая сумма средств, выделенная из федерального и окружного бюджетов. О том, кто в Ниницком округе имеет право на получение этих льгот и какие изменения произошли в федеральном законодательстве в новом году, смотрите в следующем сюжете. С 1 января 2016 года в федеральном законодательстве произошли изменения на получение соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Жилищный кодекс одобрил право субъектов оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пенсионерам старше 70 лет. Компенсация предоставляется одиноко проживающим и неработающим людям. Граждане старше 80 лет и вовсе освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Новая льгота предоставляется только собственникам жилых помещений и при отсутствии задолженностей. Тут следует понимать следующее, что граждан, к сожалению, освободить на данный момент не представляется возможным, потому что у нас есть требование бюджетного кодекса. Им будет предоставляться эта компенсация в виде компенсации. То есть они будут платить в полном объеме этот платеж, им просто будет предоставляться стопроцентная скидка. Документы на получение льготы можно сдать в многофункциональные центры города или напрямую в отделение социальной защиты населения. Пакет документов включает паспорт, справку о составе семьи, документы на жилье и трудовую книжку. Соответствующую компенсацию граждане получат за весь период с января 2016 года, когда вступили в действие новые правила. Кроме этого, сохраняются прежние льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В Ненецком округе на них имеют право 16 категорий граждан. Среди них ветераны труда, участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и приемные семьи. Общее количество получателей социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – более 7600 человек. Самая многочисленная группа получателей – ветераны. В Ненецком округе их больше 4,5 тысяч человек. Второе место занимает группа многодетные семьи – 430 человек. Третье – участники боевых действий – 123 человека. Завершают пятерку труженьки тыла и реабилитированные граждане. Среди получателей федеральных субсидий – самая многочисленная группа инвалиды – более 2 тысяч человек. Ветераны – более 140 получателей. Граждане, связанные с ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной станции – 10 человек. На реализацию социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году предусмотрено более 155 миллионов рублей. Расходы из федерального и регионального бюджетов пропорциональны. Если посмотреть в динамике, то в принципе все на уровне. Что в 2014 году, что в 2015, в 2016 году и категории. В принципе у нас количество получателей сохраняется. Но финансирование немножко в связи с подорожанием услуг увеличивается. Если в 2014 году оно составляло где-то порядка 120, 126 миллионов, в 2015 году 130, то на 2016 год у нас уже запланировано 155 миллионов. Для каждой категории льготников предусмотрены отдельные условия по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Льготы реализуются как в виде субсидий, так и компенсаций. Льготные категории граждан они получают вне зависимости от доходов. Поэтому как только льготной категории какой-то человек попадает, он приходит и оформляет эту компенсацию. Это оформляется в виде компенсации. Когда гражданин самостоятельно оплачивает, только в том случае ему возмещается. По всем вопросам относительно получения социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг обращаться в отделение социальной защиты Ненецкого округа. На дорогах Наринмара и поселка Искатели стало теснее. Сезон вождения открыли водители мотоциклов, скутеров и мопедов. Работы прибавилось сотрудникам ГИБДД. Водителей двухколесной техники автоинспекторы держат на особом контроле, поскольку мототехнику считают транспортом повышенной опасности, а за его рулем зачастую находятся малолетние подростки без права управления. Ежегодно в регионе происходит ДТП с участием мототранспорта. Печальную статистику этого сезона уже открыли. О том, кто имеет право сесть за руль мотоцикла, мопеда или скутера, и как обезопасить себя от несчастных случаев на дороге, в материале выпуска. Мощность, скорость и алкоголь. Итогом такой гремучей смеси стало ДТП в районе дома 38 по улице Ленина. Мотосезон в Наринмаре начался с происшествия. Авария с участием этого мотоцикла первая, и хотелось бы надеяться последняя в этом сезоне. ДТП произошло в результате того, что водитель, первоначальная информация, так как водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла, в результате чего пострадал сам водитель и пассажир, находящийся на мотоцикле. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла сотрудниками ГИПДД проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, кто был за рулем в этот злополучный день. В результате ДТП пострадали двое – 1994 и 2002 годов рождения. Сегодня пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Один из пострадавших прооперирован исходно при поступлении, второму планируется операция. К сожалению, у наших пострадавших, у одного из них шлема не было. Поэтому там достаточно тяжелая травма, да, черепно-мозговая в том числе, с нарушением целостности костей. Согласно правилам дорожного движения, и водитель, и пассажир мототехники обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. По словам сотрудников ГИПДД, отсутствие шлема – это еще не самое частое нарушение на дорогах. Как известно, для управления мототранспортом, будь то скутер, мопед или мотоцикл, нужно водительское удостоверение. Обязательное условие для его получения – достижение 16 лет, обучение в автошколе и сдача экзаменов ГИПДД. Этим правилом зачастую пренебрегают малолетние подростки, считая, что мототехника – это игрушка, и забывая при этом, что езда без водительских прав – это нарушение закона. В связи с наступлением весенне-летнего сезона на территории нашего округа участились случаи управления мототехникой подростками без водительских удостоверений, без регистрационных документов. Согласно правилам дорожного движения, для управления мототехникой необходимо иметь водительское удостоверение разрешенной категории, а также регистрационные документы на транспортное средство. Для управления мотоциклами необходимо иметь водительское удостоверение категории М, А1, либо категории А, а также регистрационные документы на управляемое транспортное средство. Категория М и А1 – это как раз те категории, получить которые можно при достижении 16 лет. Категория М позволяет управлять мопедами, скутерами или легкими квадрициклами, если их технические характеристики соответствуют требованиям. Согласно определению, мопед – это транспортное средство с рабочим объёмом двигателя не более 50 кубических сантиметров. Под категорию А1 попадают мотоциклы с рабочим объёмом двигателя не более 125 кубических сантиметров. Управление транспортным средством без водительского удостоверения, административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч. За передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, административная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. По словам Александра Стрепетилова, нередки случаи, когда родители дарят своим детям, не достигшим 16 лет, мототехнику. Регистрируют её на себя, позволяют детям ездить без водительских удостоверений, а потом платят огромные штрафы. И дело даже не в деньгах. Таким родителям стоит помнить, что мопеды, скутеры и мотоциклы – это транспортные средства повышенной опасности. При отсутствии специальной подготовки под угрозой может быть жизнь вашего ребёнка. На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Мы вспомнили основные события прошедших 7 дней. Берегите себя и своих близких. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok